Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Forgotten Ones, то есть забытые. Мы находимся в имении этого безумного доктора, который, как обычно, как это вводится у безумных докторов, проводил всякие дьявольские эксперименты. Подвалы просто забиты трупами, какие-то непонятные существа бегают по коридорам. Находиться здесь действительно очень и очень страшно, поэтому усаживайтесь поудобнее, следуйте моему примеру. Так, хорошо, и давайте приступать. Мы поднялись именно в само имение. Оно огромное, оно очень красиво и оно хранит очень много тайн. Но учитывая, что мы видели в предыдущей серии, мы... не знаю, надо быть очень на страже. В предыдущей серии мы, среди прочего, встретились и с самим этим доктором. Я не знаю, я постоянно забываю, как его зовут, и постоянно думаю, что его зовут Шницель. Ну да не важно. Короче говоря, вот тут вот мы в предыдущей серии остановились и дальше пока не пошли, потому что по времени я был довольно сильно ограничен. Опять он? Мы же с ним уже разговаривали. Ладно. Хорошо, еще раз поругаемся на него за то, что он сделал с родителями Гробоскны. Он скажет, что родители Гробоскны были в сопротивлении, поэтому у него выбора не было. Что, конечно, фашистов ни разу не оправдывает. Это то же самое, что они сопротивлялись по ему людоедству. Я должен был их убить там. Фашистов надо убивать. По-другому никак. Фашистов, нацистов, расистов и негров. Шутка, конечно, шутка. Так, ладно, все, давайте погнали уже. Уходи, говорит, или очень сильно пожалеешь о том, что я не ушел. У меня, говорит, для тебя времени нет. Ты пришел, говорит, что ты моих охранников убиваешь. Здесь, говорит, тебе не рады. Уходи. Ох, этот смех. Кошмар. Так, ладно, вот тут вот мы и остановились. Хорошо, давайте посмотрим. Что же здесь-то происходит? Так, если посмотреть, то это какая-то кухня, что ли. Но здесь, судя по всему, проблемы с газом, поэтому... Мужчина, вы живы, нет? Это будет последний раз, когда я готовлю для этого ужасного человека, доктора Шинзеля. Нормально. Так, ну я пока тут ничего не вижу, но повары, повара дарят неприятные воспоминания. Вы знаете, я думаю, если я сейчас выстрелю, то будет большой взрыв. И я не уверен, что нам это нужно. Или нет. Так, ладно, по ощущениям я туда пройти не могу. Ого, тихо, 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 тихо. Выпустить, ах, твою мать. Я так и знал, что это встанет. Оно и встало. Уф, хорошо, ладно, это было ожидаемо. Давайте попытаемся как-то... Я, честно говоря, думал, что будет сложнее, потому что даже полоску жизни поставили. Думал, это будет какой-то босс. Кофь! Хлена! Происходит. Что такое вообще? Я не понимаю, я не знаю. Я в этой серии еще не настроился на хоррор. Что-то как-то... Это начинает уже напрягать. Твою мать. Да что тут вообще происходило? Какого черта? Меня беспокоят эти звуки, они... Он прямо с из-за той двери. Так, хорошо, патроны. Твою мать! Как это произошло? Открывайся, кусок дерьма. А, это я? Ладно, попозже с этим разберусь. Хорошо. На самом деле, английский. Человек, который озвучивал эту игру, он ужасен. Так, нужен ключ от правого крыла. У меня такого нет, к сожалению. То же самое. Ох, мне к добру все это. Тогда мы пойдем туда сходим. Дерьмовый дом. На кой черт? В одиночку. Ублюдок. Не поддается. Ого. Дядя Степа тут что ли был? Так, ну хорошо. Что-то как-то поспокойнее наверху, потому что... Слушай, это же то самое место, где был доктор. Внизу там реально просто было очень страшно. А сейчас, не знаю, можно передохнуть даже. Ах, как попали в поместье, уже не так страшно. Скорее, просто напряженно. Но при этом враги атакуют. Враги по-прежнему очень настойчивы. Надеюсь, это очки доктора. Я их разбил. Так, куда я попал? Хорошо, сюда мы успеем пойти. Потому что такие звуки меня не радуют. Давайте попробуем пойти на туда, куда ушел этот доктор. Сомневаюсь, конечно. Да нет, пускай. Блин, это поместье... Вообще, игра просто огромная. Здесь реально можно просто бродить, бродить и... Сколько же тут всего? Это же обалдеть. Что-то мне подсказывает, что мы рано сюда идем. Кстати говоря, надо будет потом посмотреть. Я что-то с психов даже и не рассмотрел. А то место, где мы доктора... Ой, доктора, говорю, повара убили. Может быть, с него ключ какой-то выпил, а я не посмотрел. Это было мое первое столкновение с одним из этих. Я с трудом разобрал ему лодку. Так, на следующий день я смог увидеть шрам на его глотке. Он смотрел на меня. В глазах его горел огонь смерти. Что бы это ни значило. Так, но это мы не берем. Видимо, потому что у нас есть похожая штука. Вот это вот. И второй, наверное, не нужно. Так, подожди, а что есть? Очевидно, нет. Ну, попробуй стоило. Тихо. Твою мать. Эта игра просто безразмерна. Куда не пойдешь, везде находится еще куча развилок. Каждый из которых. Да вы издеваетесь. Спуск вниз? Твою мать. Ну, нахер. Твою мать. Валим, 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 валим. Мне пофигу, я не хочу даже знать об этом месте. Вот я всрою. Ха-ха-ха-ха. Нет, ну, какой-то... Я эти видел. Да, психанул. Не знаю, Ревзи. Я пока туда не пойду. Там еще какой-то спуск под землю. Там еще вперед было. Какой-то хижине. Я сюда пойду. Это хотя бы внутри дома. Это хотя бы... Ты знаешь, что приведет куда-то... Вот. Примерно. You will die. No thank you. You will die. Опять шепотки. Твою мать. Как обычно. Верхолазание начинается. Закрыто, мать твою, за ногу. Фашня сраная. Это ИУ-2, что ли? Нет. Я чуть не уверен только что. Представьте, сидите полностью напряженные. И тут резко перед вашим экраном проскакивает кошка. Только не с той стороны экрана, а с этой стороны что-то резко проскакивает. Не знаю, блин. Надо прекращать наседление. Потому что уже что-то... Что-то совсем страшно стало. Когда один дома в такой играть, ну его нафиг. Я пришел сюда не разбираться, мать твою, за ногу. Кто ты такая? И правильно делаю, как я посмотрю. Сохранение. Отлично. Слот 3. Так, хорошо. Да какие очки? Кому нужны очки? Жесть. Я хочу выйти отсюда. Вы знаете, я обожаю эту игру. Я совершенно не ожидал, что я это скажу. Ну, это реально красотка. Это реально жуть. И именно из-за этого. Ей, конечно, не хватает постановки. Ей не хватает очень многого вообще в целом. Для целостности. Но здесь реально огромный мир. В котором постоянно есть куда пойти. Вы знаете, я на самом деле, у меня просто крыша едет. Вот этот звук, постоянно какие-то завывания со всех сторон. Шепотки. Да какого же черта? Это просто напоминает зловещие мертвецы, когда Эш встал в центре комнаты. А вокруг него постоянно творилось какое-то, мать его, дерьмо. Закрыто. Конечно же, не подошло. И это тоже. Уди, уди, уди. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какая гляха-муха. Я не знаю, что сказать. Где ты? Где ты, Эдвард? Я не знаю, кто ты, Эдвард. Ну, где ты? Эдвард? Эдди? Так, ну и хорошо, мы вышли обратно в это фойе. Ну, там внизу мы были. Вон, там, вон. Вообще, блин, я уже говорил, но это реально напоминает Resident Evil. Куда эта здоровенная херь пропала? Ох уж эти звуки. Эдвард? Эдвард? Эдвард, похоже, решил забить. Ну и ладно, не будем его в этом винить, потому что, по-моему, это самое умное его решение за очень долгое время. И черт бы с ним, пусть тусует где хочет, у меня уже просто голова болит от этих звуков, и я реально что-то перенапрягся уже. Я буду отдыхать, потому что это, по-моему, слишком, слишком страшно находиться здесь. Короче говоря, увидимся в понедельник. Хватит плакать, мать вашу! Здесь еще очень много мест, которые нужно будет исследовать, и давайте будем надеяться, что игра и дальше будет так же хорошо работать. Как бы там ни было, надеюсь, вам было так же страшно, как и мне, потому что это реально просто перебор. Я реально боюсь. Мне очень страшно. Это я сохраняю на все слоты, чтобы в случае чего случайно не тот мне загрузить и не потерять весь прогресс. И, в принципе, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, смотрели в наушниках. Иначе все это теряет смысл. В общем, очень коряво, очень пустарно, но очень крутая мэтипикация как Half-Life 2. Жаль, что не к эпизоду второму, а просто к Half-Life 2. Это очень серьезно сказывается на графике. Но, тем не менее, все равно очень круто. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Приятных выходных. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok